Наталья, здравствуйте. Нас часто спрашивают, как лучше вести себя на интервью, каким образом человеку оптимально искать новую, интересную, высокооплачиваемую работу. Вот можно, чтобы вы нам рассказали с другой стороны, со стороны человека, который часто проводит такие интервью, что он видит, какие недостатки, мелочи и так далее. Может, вы дадите конкретные рекомендации? Тут сразу три вопроса я услышала о том, что вы сейчас сказали. Первый вопрос был про то, как проходить интервью. Второй вопрос был, если я правильно услышала, про то, как найти работу, скажем так, оптимальную. И третий, что видит человек, который проводит оценку персонала, с другой стороны, за кулисью, так скажем. Что касается прохождения интервью. Я бы не рекомендовала вам ставить перед собой цель пройти интервью. Потому что, знаете, это как пройти какой-то контрольно-пропускной пункт. А что дальше? Эта работа может вам не подходить просто-напросто. И здорово, если вы интервью на ту работу, которая вам не подходит, не пройдете. И будет совсем плохо, если вы пройдете это интервью, а потом разочаруетесь. Поэтому вести себя на интервью важно честно, быть самим собой и отвечать на вопросы, которые вам задают, развернуто, при этом слушая себя, что вы говорите. Ни в коем случае не стоит ругать своего руководителя предыдущего, своей предыдущей компании. Можно сказать о причинах ухода, о недостатках, которые там были. Но делать это нужно максимально этично и деликатно. Если вы ругаете своего предыдущего руководителя, его систему работы и ставите это в главу угла в качестве причины увольнения, то, к сожалению, 90% HR сотрудников ретранслируют это на нынешнюю вакансию. Что, а, да, скорее всего, и здесь он также будет относиться. Даже если то, что вы говорите, правда. Поэтому говорить нужно правду, но преподносить ее нужно этично и деликатно, выбирая слова, так скажем. Если вам на интервью задают вопросы о том, каковы ваши критерии выбора работы, то есть по каким критериям, по каким признакам вы выбираете работу, каким признакам должна соответствовать компания и вакансия, чтобы вы ее выбрали, то значит вы имеете дело с профессиональным HR, с действительно хорошим специалистом, от которого, во-первых, ничего не скроешь, а с другой стороны, с которым можно быть полноценно откровенным в силу его профессиональности. Если вам такой вопрос не задавали, то лучше сами озвучьте те критерии, по которым вы выбираете работу, и что для вас при выборе работы важно с самого начала. Это позволит, во-первых, вам по реакции HR понять, подходит ли вам эта компания и предложит ли вам здесь то, что вы хотите. Внимательно наблюдайте в этот момент за тем, что происходит с лицом человека, с которым вы общаетесь, что он вам говорит, на что он вам кивает. И задайте вопрос, если вам ничего не говорят на это в ответ, вот то, что я озвучила, те критерии выбора работы, которые у меня есть, насколько они похожи на то, что из себя представляет ваша компания. И послушайте, что вам ответят. Как правило, HR профессиональный, хорошо подготовленный, обязательно задаст вам уточняющие вопросы. То есть он спросит по поводу ваших критериев, например, я хочу стабильную работу, говорите вы. Он спросит, что вы подразумеваете под стабильностью. И когда вы будете рассказывать, что вы подразумеваете под стабильностью, вы даже сами для себя поймете, что для вас важно в выборе работы. И получите комментарии от HR, что касательно стабильности есть в той работе, которая вам предлагается. Ведь не только выбирают вас, выбираете и вы. И важно, чтобы этот выбор совпал. Опять же, по поводу поведения на интервью. Будьте собой, ведите себя максимально естественно. Не надо стараться быть кем-то, кем вы не являетесь на самом деле. Ни в коем случае не стоит реагировать на вопросы следующим образом. Допустим, вас спрашивают, расскажите подробнее о тех обязанностях, которые вы выполняли на вот этом месте работы. Вот как не надо делать? Ну как, у меня же все написано в резюме. Это сразу нет. Вам, скорее всего, вам скажут, что мы вам перезвоним обязательно, вы у нас находитесь в пуле приоритетных кандидатов и так далее. Но эту работу вы не получите. Даже если у вас все прописано, и даже если вам кажется, что HR должен был все это прочитать, раз вам задают такой вопрос, значит, в этом есть смысл. Значит, нужно рассказать. Может быть, хотят убедиться, что это действительно ваше резюме. Может быть, хотят уточнить, что на самом деле вы делали. Может быть, вы не так понятно написали об этом. На любые вопросы нужно реагировать лояльно. Что бы вас ни спросили. Если вас смущает вопрос, об этом тоже нужно честно сказать. Вы не обязаны, как на допросе, отвечать абсолютно на все. Вы можете честно сказать, вы знаете, данный вопрос, он меня смущает потому-то, потому-то. И вполне возможно, что вам пояснят, что от вас хотят, и этот вопрос перестанет вас смущать. Вы сможете на него конструктивно ответить и получить работу вашей мечты. Спасибо большое. Очень люблю. Ну и по поводу выбора работы, когда мы ищем, да? Я рекомендую вам пользоваться в первую очередь услугами сайта HeadHunter. Это не реклама сайта HeadHunter, это просто объективный факт. На нем действительно больше всего работодатия размещается и больше всего резюме. Это все знают. И на этом сайте вы сможете найти максимально широкий пул вакансий по тому направлению, которое вас интересует. Это не исключает возможности использовать другие ресурсы, да, там Superjob, например. Но, скажем так, нормальную работу можно найти именно там. Искать работу в социальных сетях, ну, это только временная какая-то работа. Как правило, это низкоквалифицированный труд, за исключением специализированных сфер. Например, СМС-специалист может найти работу в социальных сетях, потому что, собственно, он в них и будет потом работать. Но искать работу менеджером по продажам или руководителем какого-то отдела, понятно, что нужно на ресурсах, которым можно доверять. Внимательно читайте текст вакансии. Посмотрите другие вакансии этой же компании, посмотрите описание этой компании. Вы сразу сможете понять, насколько компания структурирована, насколько она серьезно относится к своему персоналу. Если вакансия написана не просто общие фразы, а красиво, действительно в ней расписано, чем вы должны будете заниматься, то этой вакансии можно доверять. Можно отправлять свое резюме и можно общаться с специалистами на том конце. Если вы видите, что в вакансии написано сперва, что от вас требуется, потом, что вы должны, и только в самом конце, что вы получите, и это две строки, а все остальное занимает большую часть вакансии, то, скорее всего, в 90% случаев, эта компания относится к персоналу как к некому инструменту, как к некому ресурсу и, в общем-то, выжимает из него соки. Не рекомендую вам идти в такую компанию. Единственным исключением является, когда в эту компанию ищут директора по персоналу, руководителя отдела персонала, то есть некому, грубо говоря, структурировать вот эту самую работу с вакансиями, и вот тогда стоит идти и структурировать ее. Если же вас интересуют другие должности, и вы видите вот такие вакансии на должности каких-то других специалистов, то это повод задуматься.